Иосиф Александрович Бродский А тема сегодняшней встречи – тревога. Откуда она берется? Чем она опасна? И что сделать, чтобы минимизировать ее уровень? Поговорить с нами об этом пришла Марина Нурбакова, магистр психологии, клинический психолог, психодрама и гештальтерапевт. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Катя. И начать я хочу для того, чтобы ввести термины, во-первых, с определения, что же такое тревога. Как вы объясняете это своим клиентам, что спрашивать? Максимально просто. Ну, если максимально просто, то это вообще беспокойство. Вот если в норме мы спокойны, то тревога – это такое ощущение, что нет спокойствия, отсутствие его. И тревога, она очень близко связана со страхом. На самом деле. Тревога – это такое неосознанное ощущение того, что есть опасность, что что-то непонятное. То есть объекта у нее как будто… Неопознанный страх. Да. И вообще надо сказать, что тревожиться, ну вот, в беспокойное время – это, ну, как бы нормально. Угу. Да. А вот, ну, то есть я правильно понимаю, что как бы стимула какого-то конкретного, который вызывает тревогу, нет? Или есть все-таки какие-то, допустим, набор объектов ситуации, чего-то такого, что эту тревогу запускают? Ну, безусловно. Если мы будем говорить о нашем сегодняшнем времени, то, безусловно, у нас есть определенные триггеры, да. Это наша обстановка, которая тревожит многих. Угу. Ну, вот вы тревожитесь, Катя? Конечно. И я тревожусь. И мы когда, ну, говорим о том, что на самом деле есть эти обстоятельства, они реальные. Угу. И говорим об этом, ну, в прямую, да, там, не убегая от реальности, тогда, в общем, и тревога, она может уменьшаться. Угу. Да. То есть когда называешь всех демонов по именам, как-то легче? Да. Да. Ладно. Есть ли какие-то, ну, особенности типологические у людей, что вот, допустим, там, контекст у всех один и тот же, да, ну, что-то грядет, например, так. И одни люди прям, ну, совсем сильно на это реагируют, а другие как-то, вот, вроде бы, даже посмотришь и безразлично. Есть ли что-то, вот, особенности какие-то, именно личности, которые влияют на то, много ты будешь тревожиться по жизни или нет? Есть, безусловно, есть, в принципе, склонные люди, которые сами по себе тревожные. И если, ну, вот, ситуация, когда много неопределенности, тревога, она, ну, вот, еще от того, что есть какой-то большой такой аспект неопределенности, непонятно, что там будет ждать завтра, например, да, вот, то людям, конечно, становится очень дискомфортно. Люди такие больше закрытые, погруженные в себя, они уже часто несколько травмированы в детстве. И, соответственно, вот обстоятельства внешней среды, когда они нестабильные, когда они, ну, способны тревожить, они, конечно, влияют на то, что им становится еще больше тревожно. Бывают панические атаки, бывают тревожные расстройства. Вот, и это, конечно, ну, такие важные сигналы, когда, например, если тревога становится слишком мешающей для жизни, тогда нужно уже обращаться к специалистам. А давайте вот опишем этот момент, то есть как вот, важно же тоже не пропустить его, да, эти звоночки, что вот тут я еще вроде как сам справляюсь, а вот здесь хорошо бы, ну, как-то помощь профессиональную запросить где-то. Как вот я внутри себя могу нащупать? Ну, вот, если есть чувство дискомфорта, тревога, она в основном вот где-то в диафрагме у нас концентрируется, да, и это вот такое ощущение неприятное в теле. Вот, и если есть это чувство, но, в принципе, вы можете там приходить, записывать интервью, как я сегодня, да, заниматься обычными делами, готовить борщ, ну, вести обычную бытовую жизнь свою, то, в принципе, вы более-менее справляетесь с этим. А если уже становится настолько дискомфортно, что сложно заниматься обычными вещами, то лучше обращаться к психологу. Ну, я слышала, что важно следить за тремя показателями сон, секс и об отношении с едой. Если вот начали разлаживаться, то прям надо по-быстрому. Прям бежать. Да. Да, я согласна. А если, ну, как бы про себя еще понятно, мы про себя там знаем, что мы кушаем, как мы спим, а вот если рядом близкий человек, мы можем по нему как-то, ну, вот, узнать, считать, что вот он в тревоге, вот в зоне вот этой опасности? Ну, вообще, тревога – это такое чувство, которое передается, это вот если как стакан с водой, да, это вот такое дрожание внутреннее дрожит, и человек, который рядом, он, естественно, это начинает, да, замечать по себе. Тоже где-то может стать тревожно, беспокойно, вот, и какие могут быть проявления? Человек может или в себе замыкаться, или может, наоборот, начинать много разных хаотичных действий для того, чтобы вот избежать это чувство, называемое неприятным, да. Вот, и тогда, конечно, можно как-то ему помогать. Давайте, абсолютно. Если он готов. Допустим, вот, он даже готов. Как мы можем близкому помочь тревожиться чуть меньше? Просто побыть с ним рядом и поговорить. Даже банально попить чай. Не, вот, не сильно его нагружая вопросами, что с тобой, ты что, ты что, тревожишься? Я замечаю, что ты тревожишься от этого, может стать еще более тревожно, да, и он может начать злиться, что ты ко мне вообще пристаешь. Вот. А просто человеческий контакт быть рядом, как я говорю, налить чайку, спросить, ты как вообще, рассказать про себя. Я вот что-то вот здесь вот, например, ну, как-то, может, тревожусь за тебя. Вот, мне интересно, как ты. И когда собеседник замедляется, и он такой, на него можно опереться, да, а человеку рядом становится легче. Он тоже расслабляться может. А вот, знаете, в популярной психологии иногда говорят, ну, как бы, что-нибудь такое, типа, избавься от тревоги навсегда. А тревога вообще, ну, мы сейчас говорим об опасностях, да, что если мы теряем контроль, да, то могут быть не очень позитивные последствия этой психики. А если у тревоги какая-то роль позитивная, ну, как бы, чтобы вот не было такого желания избавиться навсегда. Я вообще, Катя, считаю, что у нас нет негативных чувств. Все чувства, они очень важны для нас. Есть те, которые нам проживать приятно, например, чувство радости, да, ну, хотя, опять же, какой накал этой радости. Вот, а есть, которые, правда, нас, вот, ну, держат так, скажем так, в тонусе, говорят, слушай, обрати внимание, что-то происходит не то. Что-то с этим надо сделать, надо быть готовым. И вот тревога как раз про это. Ее позитивное свойство в том, что она держит в тонусе и говорит, обрати внимание, что ты с этим можешь сделать, с этими обстоятельствами. Ты можешь как-то на это повлиять? У нас вообще наши эмоции, они же большой привет из первобытных наших людей. Поэтому они нам говорят, беги, там, дерись или замри. Да, и примерно так же мы это проживаем. То есть те, кто навсегда избавились от тревоги, возможно, не выжили? Да. Ну, раз она дошла до наших дней, она точно полезна. Вообще все, что мы несем с собой генетически даже, психологически, то, что мы нарабатываем в нашей жизни, это нам все для чего-то было полезно. И, конечно, вот я как психодраматист, например, ну вот работаю с тревогой. Я, например, ставлю фигуру человека и фигуру тревоги отдельно. И помещаю человеку в эту роль тревоги. И скажи из этой роли, какое есть послание тебе? И там открывается очень много важного, ценного. А можете рассказать поподробнее, что, например, может тревога важного, ценного своему человеку, я сказала? Ну вот, если ты начинаешь разговаривать с тревогой, да, то, ну так скажем, разговаривать, чувствовать, больше заходить в это, да, то открывается, ну, с одной стороны, может, несколько неприятная дверца в страх. Так. Да? Тревога может сказать, слушай, я боюсь за тебя, я боюсь за твою жизнь. Как ты будешь с этим справляться, как обходиться, давай срочно что-то делать. И я боюсь, например, за то, что твой любимый человек пройдет на войну, и его вдруг не станет. И это место уже, оно не про тревогу и не про страх, мы дальше погружаемся в большую печаль, и, возможно, в большую любовь и ценность, про то, что мне очень дорог этот человек. И сейчас, например, пока он рядом, да, из этой ценности, что он мне так дорог, что я могу делать? Угу. Человек начинает понимать, что на самом деле он говорит не так много слов любви. Угу. Может быть, он хочет как-то заботиться сейчас именно, даже тот же самый пресловутый чай вместе попить, да, и быть больше времени вот именно в контакте таком, в настоящем, друг с другом, вот с этим человеком, который дорог. Угу. Мы можем выходить и на разные другие страхи, да, страх своей смерти, например. И за страхом своей смерти тоже скрывается что-то большее, потому что, ну, если мы выходим туда, то, ну, да, тебя, например, не будет. Вот, и что? Угу. И оказывается, что там, я боюсь оставить своих детей, как они будут без меня. И тогда, опять же, выходим на ценность, что дети очень важны. И как мы сейчас можем с ними проводить вот время в этой ценности, в том, что они настолько дороги. Вот, вот, разматывая такой небольшой клубочек тревоги, погружаясь туда вот, ну, не избегая, не избавляясь от этого, а вот посмотрев туда вот так вот пристально, много обнаружить, можно обнаружить много всего ценного для себя. Дора, у меня очень отзывается, у нас же передача называется «Живые души», и я вот так сейчас пытаюсь с нашим названием изкооперировать, то есть получается, что тревога, она всегда за то, что живая душа живет не на полную катушку, да, потому что если ты живешь на полную катушку, всех долюбливаешь, всех ценешь в моменте, то во большом счете чего страшится, что тревожится. Твой каждый день, он как последний. Тут еще аспект принятия есть. Есть же обстоятельства, ну вот, как сейчас, например, судьба нашей страны, да, на эти обстоятельства каждый человек не может в отдельности повлиять, да, это обстоятельства, которые всегда больше нас, и, соответственно, здесь может возникать тревога, что от того, что, ну, я как один, я бессилен. Да, подпринятие своего бессилия. Да, даже если ты живешь на полную катушку, все равно вот это вот соприкосновение со своим бессилием, оно очень неприятное. Включаются защитные механизмы, рационализаторство, да, рационализация, диссоциация, когда мы выключаемся, да, когда мы начинаем объяснять эти события, когда мы начинаем, да, с умным видом, это вот потому что вот это, вот это, вот это, на самом деле, не обращая внимания там на те самые чувства, которые говорят, так, обрати внимание на меня, что-то важное хочу сказать. Вот. И вот в чем смысл, когда обстоятельств настолько больше, как можно с этим справляться? Безусловно, заходить в принятие того, что, ну, вот как я говорю, да, есть твоя судьба, есть судьба твоих близких, и есть большая судьба твоей страны, которую ты так или иначе разделяешь. Ну, там, вне зависимости от того, какие выборы ты делаешь, да, как, как справляться. То есть принятие – это когда я вижу картину в целом, вижу судьбы свои и своих близких, и… И я принимаю, что да, похоже, я в этой истории сейчас нахожусь. И там, опять же, чувства, от которых многие бегут, это и печаль, это и страх, да, что мне сделать с этим. Вот. И если ты начинаешь чувствовать себя все-таки частью чего-то большего, что, ну, да, судьба моей страны, и я часть этой судьбы, то ответственность за происходящее оставляешь себе только ту, на которую ты можешь реально повлиять в рамках своей жизни. Угу. Например? Например. Ну, вот, например, наша ответственность с вами сегодня – сделать эфир про тревогу, да. Мы не можем, ну, вот, изменить глобально обстановку, которая сейчас на нас на всех влияет и тревожит. Вот. Мы можем сделать свое небольшое дело в рамках наших возможностей. Угу. А большое дело – это, ну, как бы, дело многих людей, да, если мы говорим про вот какую-то общность и… или культурную ценность, или вот именно такие большие рамки страны, да. Вот. А людям, которые верят, например, верят в Бога, верят в нечто, ну, вот, там, высший разум, да, или бывает верят во что-то, ну, например, в культурные ценности, да. Да. Эта вера дает очень большую опору. Опору для того, чтобы как раз вот эту большую ответственность за то, чтобы урегулировать, да, вот, то, что происходит, да, вот, возложить, ну, как бы не на свои плечи, да, когда я не могу на все влиять, а на что-то большее. Угу. Там, например, в молитве переложить к Богу, да. Угу. Вот. И это как раз дает то ощущение смирения и ощущение, что я на своем месте делаю, ну, там, максимум того, чтобы позаботиться о себе, о своих близких, сделать то, что я могу. И тогда как раз-таки тревоги становятся меньше. Угу. А мне кажется тебе, что этот путь, как бы, знаешь, есть выражение про то, что религия опиум для народа, и я вот, ну, так, чисто как гипотеза, мне интересно, что ты думаешь по этому поводу. А мне кажется тебе, что, ну, вот этот путь, как-то теория здоровой клетки, да, что я вот на что контролирую, то вот в своем маленьком мире и влияю. Это путь, который не дает каким-то большим переменам случиться, что мы, как бы, вот поднялась какая-то фрустрация, да, а перемены же, они фрустрации. И мы такие, вот, типа, опоры, вот Бог все порешает, мы доверяем, мы любим, принимаем, ничего не делаем с большой системой. Ну, типа, спим дальше. Вот тебе не кажется, что этот подход, он немножко, как сублимация такая, что вместо больших перемен и большой кооперации людей друг с другом, мы занимаемся, собственно, своим атомом. И на этом все. Да, я понимаю, про что ты. Я вижу это иначе, сейчас расскажу. Я вижу это не про то, чтобы помолиться Богу, отдать все Ему на плечи, ты сделаешь все сам, а я не буду делать ничего. Нет. Это про то, чтобы принять ответственность за свою жизнь в рамках того, что ты реально можешь делать. И безусловно. Но рамка, это кто эту рамку ставит? Она откуда же берется? Каждый человек ставит ее сам. Ты, наверное, про то, чтобы не иметь никаких рамок, да, и выпрыгивать за пределы... За то, чтобы сомневаться в них регулярно. Сомневаться и перепроверять. Это здорово. Да, на самом деле, ну, так можно расширять свои возможности и делать больше-больше. Но в любом случае, это же делаешь ты. И вот сколько тебе, как человеку на твоем месте, ну, вот возможно сделать. Ты можешь расти, 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 да, как личность, как, ну, вот, как профессионал делать больше. Но есть большие процессы, ну, вот, как, например, судьба страны, да, на которые одному человеку в любом случае не повлиять. Это люди, ну, делают вместе. Ну, то есть это влияние требует большой кооперации многих. Безусловно, да. Но и не из состояния тревоги, потому что тревога что делает? Она говорит, обрати внимание, что тебе сейчас важно, про что позаботиться. Ну, там, про безопасность, да, в первую очередь. И тогда, когда ты начинаешь в том числе заботиться, ну, вот, в рамках того, что ты можешь сделать, что тебе доступно, да, и успокаиваешься, дальше твой, твоя, ну, как бы, когнитивная функция соединяется с твоими чувствами. Ты успокаиваешься и можешь просто разумно, трезво, взвешенно делать, исходя из того, что ты считаешь ценным, важным, нужным для себя, для своей страны. Вот, скорее, я про это. Это вот большой когнитивный диссонанс, когда психологам и коучам предъявляют, ну, вот вышли мы из зоны комфорта, что дальше? Про то, что, да, действительно, развитие, оно точно вне зоны комфорта, но его в зоне высокой тревожности точно нет. Да, 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 и это вот какой-то, какой-то баланс, который вот ты выстраиваешь, да. Я не остаюсь в бездействии для себя, я не пытаюсь изменить то, что мне не под силу изменить, а я действую вот, исходя из того, ну, вот, из своего внутреннего баланса, там, исходя из своих ресурсов, возможностей. Вот для меня это про это. Давай сейчас еще раз перечислим, чтобы, как бы, такой пунктик подвести, про вот эти внутренние опоры, про которые часть мы уже проговорили, да, это, получается, ну, нечто большее, чем я, например, там, Бог, Вселенная, Высший Разум. Это принятие, как я смотрю на все, вижу все, честно, как оно есть. Честно. Да, 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 правда, объективно, насколько возможно, объективно, значит, и принимаю себя, ну, свою роль в процессах и риски, которые существуют реально. Ну, еще что, чтобы мы как опору можем сформулировать? Люди вокруг, друг другу опора. Люди вокруг, и близки, и на самом деле, да, честно. Когда они реально друг друга слышат, видят, то это большая опора. Вот я, например, в последнее время очень опираюсь на свою семью, на своих друзей, на своих коллег. Я прям начала чувствовать, вот, что там в какой-то сфере моей жизни, да, что каждая из них какую опору дает. Можно опираться даже на своих детей в плане того, что договориться, там, ты сегодня помоешь посуду, а я отдохну, это тоже опора. Вот они, опоры могут быть, ну, как бы такие колоссальные, большие, как, например, там, общая безопасность, там, страны, например, да, и я вот на это опираюсь. Ну, вот сейчас как-то вот с этим как-то непонятно, да, поэтому опоры могут быть маленькие, и можно опираться даже на что-то. Нашел, близкие люди, честный разговор, и еще, что может быть опорой? А еще, вот, я как телесный терапевт, я очень люблю телесные практики, вообще, вот, ощущение телесной опоры, это очень такой заземляющий фактор, который реально дает ощущение, ну, вот, больше такой, ну, большего спокойствия, и вот, ну, в первую очередь, это, там, например, опираться на свои ноги, вот, прям почувствовать свои ступни хорошенько, вот. Почувствовать, там, положить руки, почувствовать стол, и это вот уже ощущение того, что, там, ты здесь и сейчас, и реально, там, мы с тобой сидим в хорошем месте, и нет никаких угрожающих факторов сейчас, да, соответственно, сейчас мы можем с тобой дышать спокойно, спокойно общаться, да, вот, это телесная опора. Еще, есть какие-то опоры, на что мы можем упереться? Еще на родовые знания, например, вот мы с тобой немножко поговорили, да, про то, что, там, наши дедушки, бабушки переживали разные события жизненные, они через них проходили, так или иначе, это нам передано, этот опыт, вот. Мы можем вспоминать, как они проходили через это, можем что-то читать про то, как другие люди через это проживали. Кстати говоря, очень рекомендую книгу Виктор Франкл «Скажи жизни да». Потрясающая книга, и она про то, как в жесточайших условиях концлагеря можем находить смыслы и опоры, и говорить жизни да, выбирать жизнь. А вот, ну, некоторые народные средства борьбы с тревожностью, которые я называю «попей Вася пустырничку», предполагают… Или вообще попей, да, предполагаю, что лекарства такие очень конкретные, вот, выпил и полегчало. Как твое отношение к этому? Имеет ли это целесообразность какую-то, или это скорее опасно, чем полезно? По рекомендации доктора, невролога, психотерапевта, медицинского, да, ну, терапевт может назнать что-нибудь. Реально, ну, можно успокоиться, это помогает, но, как бы, аффект какой-то снимает, а дальше важно разбираться с тем, что ты можешь сделать в своей жизни для того, чтобы все-таки, ну, там, не сидеть на пустырнике там до конца дней своих, да? То есть работать все-таки с созданием и образом жизни. А какие есть, вот, прям, деструктивные, опасные способы борьбы с тревогой, ну, которые, скажем так, люди часто… Водочку имеешь в виду? Ну, в том числе. Слушай, это такой метод реально борьбы со стрессом, который давно человечество придумало себе, вот, и оно, нельзя сказать, что, ну, если бы не помогало, никто бы, наверное, не пил, не расслаблял бы себя так, оно помогает. Но, но, короткое время, да, потому что, если ты не начинаешь делать ничего для своей жизни, чтобы было тебе не менее страшно, тревожно, да, жить, то печальные последствия от водочки. Вот, на самом деле, многие мужчины пошли сейчас в то, что, ну, вот, когда объявили мобилизацию, то, чтобы выпивать друг с другом. Ну, это такой способ доступной, правда, борьбы, ну, вот, с чрезмерными переживаниями. А еще, плюс ко всему, если убрать оттуда водочку, то сейчас мужчинам важно чувствовать плечо друг друга. Ну, там, ты меня поддержишь, если что, да, я могу на тебя рассчитывать. И какой доступный способ? Это вот собраться вместе, где-то провести время, да. Угу. Ну, вот как-то так. То есть, здесь, да, да, здесь более важный аспект в том, чтобы просто реально опереться друг на друга. Вот. А чем уже разбавляют, это другой вопрос. А есть разница между тревогой мужской и тревогой женской? Какая-то гендерная социализация влияет на вот переживания? Вот по ощущениям мужчины больше склонны все-таки уходить в себя и тревожиться где-то внутри. Ну, потому что мужчинам много навязанных стереотипов, и они так больше проживают где-то сами с собой. Женщины более эмоциональные, они, соответственно, выплескивают это все наружу, то есть тревожатся как бы вне. И попадая вот в чрезмерную тревожность на мужчину, она его еще больше может тревожить, еще больше туда внутрь себя запускать. Поэтому, конечно, сейчас вот если уже переходить к рекомендациям, да, женщинам очень важно прорабатывать свою тревогу, собираться вместе. У меня, например, подруга вообще организовала такой женский вой. Ух ты, что это такое? Ну, она из Белгорода, и там как бы... Там обещалась приводить. Там уже только выйти, спасая себя. Ну, то есть вот, во-первых, это собираться и вместе друг друга поддерживать. И, ну, это опять же такие давнишние практики, когда женщины пели вместе, голосили, звучали. И когда женщина, ну вот, выпускает свое напряжение, свой стресс через голос, ей реально становится легче. Она успокаивается. И когда она приходит, такая спокойная домой, наливает мужу чаек, муж тоже опирается на нее и успокаивается. Вот. Поэтому очень внимательно сейчас важно относиться, конечно, к себе, как мужчинам, так и женщинам. И отработать со своим состоянием. Вот. И обращаться к специалистам, ходить на специальные группы, которые поддерживают. Я, вот, например, группу сейчас веду за донейшн, психодраматическую, которая, да, направлена на поддержку. И как раз-таки на проработку тех эмоций, которые мы называем негативными, да. Вот. Как раз в глубину ценностей, от чего они нам несут полезного. И у нас есть часть программы, где мы что-нибудь зрителям нашему рекомендуем, что можно самому поделать. Ну, мне кажется, у нас, кстати, уже даже прозвучало немало важных вещей, которые можно прям смело брать, практиковать. Как минимум, там, опора в теле. Может быть, есть что-то еще, что почитать, что посмотреть, что сделать, какое упражнение, чтобы себе самому помочь прям. Хоть здесь и сейчас. Ну, вот, про одну книжку я уже сказала. Вот, что касается техник, практик. Я, как человек, который лет 20, наверное, там, в медитациях, раз, в телесных практиках, я чувствовала себе, как они помогают. И мне было важно, как психологу, понять, а как же они работают. И мне невролог, психотерапевт, много интересных людей я знаю, посоветовала вот такую книжку «Мозг Будды», которая дает реально работающие техники созерцания, медитации, и объясняет, а как они работают, как они успокаивают нас, и как, ну вот, через что проявляются те позитивные изменения в жизни. Вот, поэтому рекомендую ее. Вот, ее даже, как бы, можно в вазоне заказать, она такая не торгая, и обложка эко, это вообще классно. Здорово. Спасибо большое за рекомендацию. Вот. Что касается книги, что касается техник, очень важно сейчас возвращаться в тело, потому что наша важная, самая главная опора, она в теле. И в связи с тем, что много диссоциации, мы просто улетаем из чувств, отключаемся, а нам важно жить, мы живем через чувства, мы так, ну, иначе мы действительно не живые души становимся, да. Поэтому классно заниматься йогой. Сейчас супер подарок, это абонемент в фитнес-клуб. Ну, все, что возвращает в тело. Массажи. Баня вообще супер чудесная. Потом еще, если в холодную какую-нибудь кадушку прыгнуть, это супер возвращает к жизни, и, ну, вот, расслабляет тело, и тревогу, конечно, опускает. Вот. А если, ну, бывают панические атаки, например, да, у многих случаются сейчас, то важно обращать внимание, опять же, на тело и на дыхание. Есть такое упражнение, как квадрат дыхания. Мы на 4 раза вдыхаем, 1, 2, 3, 4, 4 раза задерживаем дыхание, на 4 раза выдыхаем и задерживаем дыхание снова на 4 раза. А это крутая техника? Это крутая техника, она реально гармонизует. Вот. Все техники на дыхание, в принципе, можно найти разным людям, разные, ну, вот, разные удобные. Можно пробовать и находить свою, которая прям будет помогать. Спасибо большое за эту успокаивающую медитативную беседу. Уверена, что и зрителям нашим тоже много чего полезного можно будет с ней взять. Ну, это очень приятно. А следующая наша встреча будет посвящена теме индивидуальность, где мы поговорим о том, чем же мы отличаемся от других людей, почему мы хотим быть как все или не хотим быть как все. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok